я приветствую всех на своем канале вечерние посиделки с вами Анна и сегодня моё видео будет посвящено готовой работе от компании mil hill волшебные палочки ванды вот такой вот красивый интересный хэллоуинский наборчик я вышивала в вышивальных неделях и показывала кто смотрел кто следил за моим отшивом но решила я все-таки снять отдельное видео по этой работе так как вышивальные недели смотрят не все и к тому же мне хотелось бы поделиться впечатлениями об этом наборе об изменениях которые я внесла в этот набор я думаю что возможно многим это будет интересно наборчик вышивается на синей перфорированной бумаге вот такой вот темно-синий с этой стороны такого цвета но я вышивала на белой пластиковой конве многие девочки задумываются вышивать ли им на бумаге либо менять на конву на равномерку на аиду либо равномерку либо же все-таки вышивать на перфорированной бумаге но бумагу не все я знаю любят так как она при отшиве все-таки теряет немножко свою форму да там из может заминаться можно и нечаянно порвать несмотря конечно как вышивать она может ремкаться это не всегда удобно и к тому же ее не постирать к сожалению не освежить как-то со временем и такие работы их лучше оформлять конечно без стекла чтобы было видно всю красоту бисера весь блеск под стеклом это все теряется этот весь объем так что вот многие задумываться каким образом вышивать на чем вышивать и каким и как оформляться стеклом или без стекла конечно хороший вариант это оформить под стекло и музейная чтобы блеск бисера не терялся но вот я для себя решила так как я не люблю перфорированную бумагу она мне тоже так приходит немножко в негодность пока я вышиваю процесс отшива мне не доставляет никакого удовольствия потому что я больше нервничаю что с этой бумагой будет в дальнейшем померит моего отшива и вообще когда я уже вставлю в рамочку вот поэтому я приняла решение что я буду вышивать на пластиковой конве давайте вам сразу покажу свой готовый результат вот таким образом у меня получилось вот давайте наверное покажу вам поближе такая вот красота мне очень нравится цвета использую мы в этом наборе ниточек мыленные dmc здесь у нас используется 19 цветов ниток dmc и 20 у нас креник это такая светящаяся нитка она вот довольно таки толстая и она использовалась вот в этой табличке а затем вот здесь вот такая звездочка ведьмочка ванда колдует да вот это вот волшебство эти вот брызги небольшие такие искорки наверное и также вот в глазах вот этой тыквы вот видите тут крестики вышивается этим светящимся креником он на самом деле очень хорошо светится ну вот в темноте я как-то не могу сфотографировать мне телефон не ловит не видит вот этой светящейся нитки а так вообще она очень довольно таки хорошо светится так еще что по бисеру давайте вам сразу бисер покажу какой использовался здесь у нас получается 8 цветов бисера из них так сейчас я вам давайте покажу петиты вот тут вот петиты 5 цветов аппетита так вот коричневый давайте сейчас вам по номерам 42 038 как-то с фокусом меня не очень вот такой 42 029 такой вот синеватый также прозрачный 40 161 вот совсем прозрачный красивый так 42 033 такой вот он оранжевый так и 42 031 такой вот салатовый красивый бисерок и еще три цвета бисером такого крупного вот 0 2077 но вот этот кстати бисер он у меня был так что это не полностью как бы до остатки это еще у меня остатки с другого наборчика осталось так у меня еще был 0 2047 это тоже у меня он был такой вот на остатках и 0 2033 по моему да он у меня тоже был так что это остатки еще с другого наборчика вот такие вот здесь цвета бисера использовалась в принципе но вот если так посмотреть да вот по петитам остатков то довольно так нормально осталось вот эти как раз у меня только с этого набора остаточки вот с этого так еще что хотелось бы мне сказать вам по характеристикам наборчик вышивается вот в 2 нити но так как я вышивала на пластиковой основе мне нужно было чтобы это все не светило все мои крестики я вышивала в 3 нити вот ну и беседа тут в 2 тоже пришивается как обычно я практически большинства не так не хватило вот мой органайзер здесь даже можно не смотреть на остатки потому что здесь многие пасмы я довешивала где-то 2 пасмы где-то 3 ну расход большой дойдет в 3 нити когда вышивается набор вот но я думаю что если бы я вышивала в 2 нити да и вышивала на перфорированной вот этой бумаге то мне бы ниточек всех хватило так вот я тут сейчас я вам покажу цвета вот 166 черная 310 но 310 мне буквально на бэкстич не хватило так вот эти 741 я довешивала 552 610 718 так вам видно да 3768 я также довешивала 3750 вот она как то вам неправильно передается на не настолько яркая как сейчас вот видно вот эта нитка она используется в домике и я также немножко по краям зашивала сейчас людей то покажу здесь по краям это тоже это ниточкой зашивала тоже докупала так значит девятьсот тридцать восьмая и девятьсот пятнадцатая эти нитки все я добавляла в набор остальных мне хватило и вот я знаете я планировала полностью зашивать вот этой темно-синей ниткой вот этот 3750 вот этот цвет хотелось мне полностью зашить чтобы у меня при оформлении не было видно вот этой пластиковой конвей но так как я знаете заказала рамку фирмы гамма вот такую она довольно таки светлая можно сказать что у меня такое бюджетное оформление я решила оставить вот немножко здесь белого ну чтобы такой был что ли плавный переход к рамочке здесь видите много белого в этой рамке и когда я вот примеряла смотрелось довольно таки хорошо так что я вот здесь по одному крестику пропустила до со всех сторон и у меня работа такая получилась более четко да здесь вот она давайте вам покажу более размытая такая здесь вот края видите так неровно интересно зашивается мне нравится этот эффект конечно если была пластиковая конвей синего цвета я бы с удовольствием бы ее купила и вшивала на ней но мне понравилось как вышивать вообще на пластике конечно работа продвигается посложнее потому что в трините сложно вышивать нитки путаются постоянно завязываются в узелки бывает что сложно проходят пальцы конечно устают этот палец себе весь исколола пока вышивала но знаете вот все-таки вышивала радовалась что я заменила на пластиковую основу так как у меня абсолютно не было никакого беспокойства я могла эту пластиковую канву мять как хотела и в принципе ничего с ней не происходило она вот только как-то когда я вышивала на так немножко как-то выпукла вот сама вышивка смотрелась какой-то объем как будто там у меня внутри бы синтепон было но она вот как-то знаете вот так вот она у меня в руках но сейчас я смотрю она выпрямилась это работа вот конечно в трините посложнее вышивать потому что еще на перфорированные то бумаги если бы я вышивала в трините здесь дырочки больше а здесь меньше здесь было сложнее ниточку продергивать но все равно конечным результатом я довольна я эту работу уже постирала она мне чистенькая не запыленная потому что я с этой работой в сад ездила там как-то все пылится так и такой знаете как вот небольшой налет пыли был внутри ниточек когда постирала все у меня стало чистое после стирки я уже доделала бэкстич и пришила пуговицу бэкстич у меня в принципе был весь сделан до стирки кроме вот ну как-то я не решила сделать вот эти вот буквы светящимся креником я решила их делать именно после стирки и пришивать пуговичку потом вот основная сложность у меня в этой работе была это бэкстич этой светящейся ниточкой креником потому что так как здесь так зашивка в три нити очень сложно проходила вот эта нитка она толстая этот креник но в принципе здесь немного вышивается я справилась она конечно у меня путалась и к тому же она знаете так ну как бы можно сказать расслаивалась да и вот сложновато было ее протащить между вот этими крестиками этой плотной зашивкой но тем не менее я справилась принципе здесь так не особо много да как я говорила вышивать этим креником и вот такая вот у меня красота получилась мне особенно в этой работе нравятся вот эти вот гирлянды на крыше прекрасные и вообще у меня вот эта работа напоминает хэллоуинскую волшебную такую магическую ночь когда ведьма ванда варит свое зелье и колдует над своим вот этим котелочком да тут такая у нее волшебная палочка и вот эти вот магия тут осуществляется вот это звездочка да вот эти брызги волшебные идут от зелья котик ждет свою хозяйку в окошечке терпеливо здесь я думаю что летают летучие мыши вот такая необычная луна и вообще фон ночи необычный да такой магический очень мне нравятся эти цвета фуксии луна мне напоминает немного солнце здесь используется аппетит прозрачный также вот эти коричневый аппетит такой шоколадный используется на крыше вот здесь везде тут вот немножко наставник бисер цвета тоже фуксии вот на платье у ведьмочки также он используется вот на табличке ну видно на вот здесь также вот и знаете тут так интересно вот этот прозрачный бисер он используется в некоторых до местах вот как на этой луне вот здесь вот на крыше с краю крыши и пришивается так как он разными цветом ниток и эффект достигается разный здесь он более таким серым смотрится более темным а здесь более таким прозрачным и нежным интересная такая работа мне очень нравится вот это осеннее дерево ну конечно же пуговка сама ведьмочка ведь она такая в шляпке замечательная тут вот кстати на шляпе в экстич в две нити а ну вот именно вот с этой стороны шляпой здесь уже в одну вот ну в основном здесь конечно бэкстич в одну ниточку выполняется здесь тоже такой интересный эффект так что я вот вышел эту работу и можно сказать подготовилась к хэллоуину так как он не за горами и сейчас я вставлю в рамочку и покажу как смотрится в рамочке уже в оформленном виде ну вот я уже вставила свою работу в рамку давайте вот покажу вам как она у меня выглядит рамочки думают все хорошо ходит так вот положу здесь вот как я говорила я решила что у меня пускай будет два ряда крестиков а здесь по одному и мне вот именно нравится что вот здесь осталось такие небольшие зазорчики остались белые пластиковые канвы мне кажется очень хорошо смотрится довольно таки красивое оформление мне нравится и рамочка она очень недорогая но по моему где-то 250 рублей что ли стоило ну довольно таки бюджетная и плюс к тому же я в любой момент могу это вытащить ее и постирать работу свою освежить она мне будет без стекла конечно же будет пылиться но я не буду теперь по крайней мере беспокоиться что каким-то там образом она у меня загрязнится да и я не смогу ее постирать так что я в этом плане спокойно довольна своей работой давайте вам покажу вот эта рамка на видите не особо дорогая так что здесь вот так красочкой прошлись но я думаю ничего все хорошо замечательно она у меня оформилась и будет сейчас у меня украшать мой дом здесь видите компании мелхил такую темно-синюю рамку рекомендует но у меня гораздо светлее и мой вариант мне повторюсь опять же очень сильно нравится замечательно конечно тут тыковка такая очень нравится котик очень такой здесь буквально да немножко бэкстича добавляется и котик уже стает котиком и не просто там несколькими крестиками да какая вот работа но вы тоже можете подумать может быть какие-то наборы именно с полной зашивкой вы захотите попробовать вышить на пластиковой бумаге у меня еще есть запасах пару наборов но там не полная зашивка надо подумать что я с ними буду делать и там к тому же если вышивать на белой пластиковой основе у меня там белый забор это все сольется ну а если к так как не полная зашивка зашивать дат цветом нитки под перфорированную бумагу то я думаю что но это будет слишком трудоемко но вот на этой работе так как здесь полная зашивка здесь все смотрится вполне так органично как будто так и должно в принципе быть вот поделилась с вами таким своим опытом как вы видите да вот я вставила в рамочку немножко такой объем появился не знаю видно вам не видно но как будто вот немного там все-таки синтепона есть такой вот объем но видимо что пластиковая основа она выгибается наверное может быть от этого зависит большое спасибо вам за внимание что посмотрели это видео надеюсь вам моя работа понравилась может быть кто-то примет к сведению да мой такой опыт и тоже будет иногда такие наборы вышивать на пластиковой конве я вышиваю маленькие наборчики на пластиковой конве подбором или оригинальным набором всегда меня на пластиковую конву мне так спокойнее потому что ну я один раз вышила маленький наборчик на перфорированной бумаге и у меня кот стащил и грыз это но я вовремя как бы увидела и забрала у него он там не успел как бы работу повредить но мне бы больше не хотелось вышивать на этой бумаге потому что мало ли что надеюсь вам было это видео интересно еще раз большое спасибо всем за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и до скорых встреч в новых видео всем пока